Чтобы максимально избавить жителей Кубани от участия курьеров, вынужденных бегать за справками по разным инстанциям, глава региона также дал поручение всем руководителям районов и городов проследить, чтобы люди не простаивали в очередях многофункциональных центров более 15 минут. Может быть, два года назад это количество, объем информации, длина очереди, время потраченное, может быть, нас и устраивало. Мы делали первые шаги. Сегодня, если мы приближаемся к европейским стандартам, это уже недостаточно. Люди уже привыкли получать услуги гораздо быстрее, не хотят этого. И там, где есть сбои, конечно, они на это обращают внимание в социальных сетях и напрямую жалуются и так далее. То есть этот проект и то, что у нас он развивается достаточно активно, он имеет политическое свойство. Ведь мы, даже сами не замечая, снимаем кучу вопросов, таких текущих и жизненно важных для каждого жителя нашей Кубани. Это огромный помощник наш, вот органов власти на всех уровнях. И коль мы создали эту систему, и в ней, так сказать, люди начали разбираться, опираться на это, пользоваться с удовольствием, и все больше и больше людей вовлекается это, мы это видим. В прошлом году за услугами в многофункциональные центры на Кубани обратились 4,5 миллиона раз. И эта цифра, судя по статистике, в этом году увеличится. И если в 2014 на развитие МФЦ направили 580 миллионов рублей, то в этом году выделяют почти 2 миллиарда. Поэтому и спрашивать за некачественную работу будут в три раза строже, заметил губернатор.